Нормально? Коллеги, добрый день. Начинаем нашу пресс-конференцию. В эти дни Институт гражданской защиты Луганского университета имени Даля празднует первого годащину со дня создания. ВУЗ уникальный, аналогов которого ВНР и бывшей Луганской области не было. И, собственно, с какими итогами к этой дате в праздничное подходит учебное заведение, нам расскажет его директор Владимир Юрьевич Малкин. Владимир Юрьевич, пожалуйста, Вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы хотели бы предоставить Вам информацию об Институте гражданской защиты Луганского национального университета имени Владимира Даля. Как в виде общей информации о его функционировании в кафедрах, так и ответить на некоторые аспекты вступительной кампании, предоставить информацию об актуальности, специальности и выпускаемых специалистах. В дальнейших возможностях их трудоустройства. Начать хотелось бы с девиза сотрудников МЧС. Это предотвратить, спасти, помочь. Девиз основан на том, что профессия сотрудника МЧС непростая, но очень престижная, важная, социально значимая, дающая возможность проявления себя в сложных ситуациях, а также возможность карьерного роста. Сотрудники МЧС занимаются тем, что спасают пострадавших, действуя в экстремальных условиях, например, пребывая на место различных стихийных бействий, катастроф, пожаров, работая при этом в команде, спасая жизни людей. Спасатели должны уметь все – вытащить человека из огня или достать из проруби, вызволить из обломков и спасти от террористов. Не стоит напоминать и говорить, что на территории Донбасса много находится шахт. Первые, кто туда прибывает, это сотрудники МЧС. И они, работая в слаженной команде, спасают жизни шахтеров. Хотелось бы отметить немаловажный фактор, что сотрудник МЧС должен обладать множественными качествами. Он и водитель, он и пожарный, он и медицинский работник. В связи с этим актуальностью является вопрос о подготовке всестороннего образования, специалиста, обладающего всем арсеналом необходимых профессиональных качеств и мастерства. Поэтому в 2017 году Министерством образования и науки и Министерством по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР было принято решение о создании Института гражданской защиты при Далевском университете. В настоящее время в данном институте обучается более 200 студентов по двум направлениям подготовки. Это пожарная безопасность и техносферная безопасность. Готовят специалистов по следующим профессиям. Техносферная безопасность – это бакалавриат, 4 года обучения, готовят выпускников, которые смогут работать аналитиком безопасности и рисков, инженером по охране труда, по промышленной безопасности, по технике безопасности, по техническому надзору, по экологической безопасности, Также инспектором государственного надзора и контроля, менеджером по промышленной безопасности, экспертом по экологической безопасности. Следующее направление подготовки – это пожарная безопасность. Это специалитет 5 лет подготовки. Выпускники могут работать и инженером-инспектором по пожарной безопасности, и диспетчером, и пожарным, и сотрудником пожарно-спасательных формирований, инженером-проектировщиком и в области пожарного оборудования. С целью подготовки указанных специалистов в институте на сегодняшний момент существует две кафедры. Они идентичны направлению подготовки, то есть пожарная безопасность и техносферная безопасность. Хочу напомнить, что всего лишь год назад институт начинал работать всего лишь с одной кафедры. То есть мы идем на развитие и улучшение обучения максимального данной категории специалистов. В настоящее время образование осуществляется согласно учебных планах, которые соответствуют всем требованиям современного образовательного процесса, предусматривающие не только теоретическую, практическую, физическую подготовку, но и психологическую подготовку. То есть последнее предусматривает обучение студентов действия в экстремальных ситуациях, стрессоустойчивости, а также позволит будущим сотрудникам принимать правильные решения, которые будут максимально минимизировать последствия происшедших трагедий. Реализация образовательного процесса в институте гражданской защиты обеспечивается научно-педагогическим коллективом. Это и кандидаты наук, это и доценты, это действующие бывшие сотрудники МЧС, имеющие базовое образование, которое соответствует профилю преподаваемых дисциплин и систематически занимающихся научной и учебно-методической деятельностью. Профессорский преподавательский состав уделяет внимание каждому студенту, основываясь на индивидуальном подходе. Сотрудники института реализуют свой потенциал не только в учебно-методической работе, но и ведется активная внеучебная работа. То есть это участие в культурно-массовых мероприятиях, это участие в спортивных массовых мероприятиях. На базе института создана футбольная команда. Для того, чтобы студенты развивали в себе управленческие, организаторские способности, а также лидерские качества, на базе института создана организация студенческого самоуправления, которая полноценно принимает участие в жизнедеятельности института и университета в том числе. Для качественного обучения в институте создана материально-техническая база. Это подготовленная и оборудованная аудитория, это спортивный зал, это библиотека и многое другое, что позволит качественно выполнять поставленные образовательные, воспитательные, а также формировать в студенте, как в будущем специалисте, мотивированную всестороннюю развитую личность. Также постоянно осуществляется взаимодействие с МЧС ЛНР, руководство которого целиком и полностью оказывает содействие в образовательном процессе. Прохождение практики, практика проходится на материально-технической базе МЧС ЛНР. Актуальность и востребованность образовательного направления института можно оценить и по цифрам приемной кампании. На сегодняшний день в институт было подано более 500 заявлений, из которых 400 на первый курс. Это один из лучших результатов приемной кампании в республике. В настоящий момент руководством института ведется работа по улучшению материально-технической базы. Это создание новых лабораторий, подготовка новых учебных подсобий, методических рекомендаций. Также в соответствии с интеграцией в образовательное пространство Российской Федерации и переходом на российские образовательные стандарты, наш институт полностью соответствует требованиям вузам такой категории, которые находятся на территории Российской Федерации. То есть мы идем в ногу со временем в нашей республике, стараемся не отступать ни на шаг назад. Кроме этого, в рамках международного сотрудничества и расширения сферы взаимодействия института планируется совместная деятельность с Абхазской республикой. Это и в учебной деятельности, и в педагогической, и в организаторской деятельности, а также в области научных исследователей и в культурной сфере. В конце своего выступления хочу обратиться к тем, кто хочет связать свою судьбу со спасением человеческой жизни, кто хочет стать профессионалом своей профессии, тем, кто хочет обеспечить нормальную жизнедеятельность жителей Луганской народной республики. Прошу приходить, поступать, милости просим. Давайте уточним сразу, возможно, еще набор продолжается до 31 июля, да, он, в принципе, будет. Какие документы нужны, то есть какие экзамены, то есть человек будет абитуриент? Значит, экзамены, всю информацию вы, в принципе, можете найти как на сайте нашего университета, так и в контакте нашего института гражданской защиты. Значит, сдает абитуриент два экзамена, это русский язык и математику. Значит, какие нужны документы? Документы – это паспорт, аутентификационный код, заявление, медицинская справка 086У, это фотография 3 на 4. Ну и документы о среднем образовании. Да, о среднем образовании. То есть принимаете тоже как украинские, так и российские? Принимаем абсолютно всех, вот, и работаем по поставленной задачи гуманитарная программа. Вот, у нас уже есть заявления с территории Украины, которые… А сколько? Ну, на сегодняшний день в порядках пяти заявлений, которые у нас уже поступили. Ну, как известно, да, эти лица у нас учатся бесплатно, да, и предоставляется им бесплатное общежитие. А сколько бюджетных мест у вас? Значит, лицензион… У нас сейчас, ну, чтобы мы правильно понимали, да, у нас сейчас только формируется второй курс, да, был у нас только первый курс. Лицензии на сегодняшний день нам предоставили, это 100 мест на техносферную безопасность, вот, и 100 мест на пожарную безопасность. Значит, из них на пожарную безопасность 40 бюджетных мест, на техносферную 50 бюджетных мест. То есть у вас всего 100 бюджетных мест по большому счёту? 90. По двум направлениям подготовки, да. Ну, это уже, вот, получается, 5 человек на место уже претендуют по состоянию. Да, конкурс у нас как бы серьёзный, вот, ну, у нас ещё есть и заочная форма обучения, где тоже у нас лицензия по 100 на каждое направление подготовки. А коммерческая форма, допустим, если человек на бюджет не поступил, может? Ну, заочная форма обучения, да. Ну, у нас, не знаю, на сегодняшний день приняли решение или нет, чтобы безоплатный контракт был, дневной формой обучения. Ну, так понял, что этот вопрос фактически решён. Вот, но заочная форма обучения у нас платная, точной цифры у меня нет, но это будет в районе 5 тысяч. Вот, это заочная форма обучения. Скажите, выпускники, то есть у вас там вот через бакалавр, первые бакалавры выйдут там через 3 года, да, примерно, через 3 года, совершенно говоря. Это будет тоже вот около 100 человек, и насколько будут их специальности востребованы? Это же как бы сфера деятельности не только МЧС, я так понимаю, да? Нет, ну, почему же не только МЧС, конечно, это сфера деятельности. У нас каждый день, каждый год 100 человек, я не знаю, в МЧС, насколько будет просто им устроиться. Ну, во-первых, давайте исходить из того, что это и ротация происходит, в том числе и МЧС, да, вот, и первый выпуск у нас будет в порядках 200 человек. Это не на сегодняшний день 200 человек, да, но ещё им 3 года учиться. Ну, кто-то отсеется по каким-либо причинам, то есть какое-то количество останется. Вот, я думаю, профессия эта будет востребована, потому что мы все в душе романтики, особенно молодые юноши, кто-то хотел стать космонавтом, кто-то хотел стать полицейским или милиционером. Ну, да, в детстве ещё полететь в космос и тушить пожары, да, хотели. Да, вот, и стать героями, вот, я думаю, каждый из нас в детстве тушил пожары, да, тушил, точнее, разжигали сначала, а потом тушили, да. Вот, ну, теперь мы их будем учить, и как их тушить, эти пожары, да, и спасти людей. Поэтому я не думаю, что эта профессия, там, через 3 или 4, через 10 лет поднимает какую-то хоть процент актуальность. Ну, это и специалисты в сфере экологии, экологической безопасности, спектр деятельности достаточно большой. Да, у нас, мы же озвучивали, да, у нас очень много шахты, всё остальное, и озёра, которые сейчас пытаются восстановить всё, и реки, которые нужно соблюдать, это всё тоже связано, естественно, с этой профессией. А ещё у меня вопрос, вот, из студентов, которые вот первый курс закончили, из Украины есть, вот, которые уже учатся? Да, есть. Сколько там? Не могу вам сказать эту точную цифру, но, опять же таки, ну, вот из Украины, вы имеете в виду тех, которые... Ну, с подконтрольной, да, да, да. С подконтрольной территории. Не, ну, если говорить тех, ну, то в порядке где-то 10 человек у нас таких есть, да. А, учатся, я уже понял. Вот, потому что, ну, в прошлом году ГУМ-программа тоже действовала, но, как бы, мы не отслеживали этот характер, они все наши. Ну, конечно. Вот, все наши, поэтому, ну, как бы, делить те, которые у нас подконтрольной территории, или те, которые здесь, ну, это тяжело сделать. А другие страны, там, Российская Федерация, ДНР есть? Значит, я вам могу сказать, ДНР чуть-чуть раньше создали этот институт. Вот, да, у них есть этот институт, этого направления, вот, у нас есть те, которые учатся с Российской Федерацией, это, ну, по разным причинам тоже, там даже и ценовая политика обучения, как бы, у нас гораздо лояльнее, скажем так, да. Ну, я вам могу сказать, что на сегодняшний день ведутся переговоры с Абхазской Республикой, у них нету такого вуза, у них нету такого вуза, но ведутся переговоры о том, чтобы... Их не... тоже и сотрудники МЧС, им их не граждане могли учиться у нас. Но это пока проект. Может, завтра сегодня этот вопрос решится, вот, но это же, вы же понимаете, не только от нас зависит, но и политические вопросы. Ну, безусловно. Коллеги, возможно, у вас какие-то есть вопросы к Владимиру Юрьевичу, если есть... Да, Саша, потом он. Луганский информационный центр, Александр Мамай, вы сказали, в институте сейчас два основных направления, планируется ли еще расширение каких-нибудь других направлений учебы? Да, у нас планируется еще аварийно-спасательное направление, но это на следующий год, ввиду того, что мы не можем набрать пока контингента, позволить себе набрать больше контингента, потому что это молодой институт. Вот. Как только у нас будет студенческий контингент, и это будет интересно МЧС, ЛНР, вот, потому что мы все-таки в первую очередь, естественно, готовим для них, если это будет для них интересно и будет востребована эта профессия, мы готовы подобрать профессорско-преподавательский состав, я могу даже сказать, не подобрать, а он у нас есть, вот, чтобы, скажем так, обучать... Просто переориентировать на эту специальность. Да, ориентировать на эту специальность. Спасибо. Владимир Юрьевич, удачи вашему вузу, удачного набора, но, честно говоря, пять человек на место, это уже что-то, и то еще заявления принимаются. Да, еще заявления принимаются. Такой же, собственно говоря, такой же средний показатель, наверное, по Российской Федерации, так точно. Да. Спасибо. Спасибо.